Евангелие, Луки, глава 18, с 15 стиха. Эти слова должны бы наводить определенный ужас на большинство верующих людей, но они сидят весьма спокойно, вольготно, полагая, что войдут в Царство Небесное, в то время, когда их характер далеко отстоит от той планки, которую Бог показал на детей. Если ваш характер не будет таким, как характер детей, вы не увидите Царство Небесное, вы утратите ваше спасение. То есть, всякий раз, когда нам представляется возможность посвятить кого-либо из наших младенцев, я всегда имею возможность вспомнить наше посвящение, восстановить, возможно, какие-то отношения, где мы что-то нарушили, и в наших отношениях с Богом что-то не так. Если наше сердце не является сердцем ребенка, значит, в наших отношениях с Богом произошел сбой. Ребенок не имеет в сердце своем приемника обиды. Как я часто говорю, он реагирует на боль плачем, но он не обижается. Он тянет руки к руке, которая бьет его, чтобы она его и защитила, когда родители его наказывают. У него нет обиды. Это очень важно понять. До тех пор, пока мы не избавимся от этого корня и не научимся ввести свои чувства под усы, и силою воли и разумом добровольно говорить Господу на коленях своих, Господи, я прощаю моих обидчиков. Притом, независимо от того, просят они у вас прощения или нет. Вот, я имею в виду ближних, мы призваны прощать так, как простил нас Христос. То есть мы должны простить, и написано, не мстите за себя возлюблены, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь. То есть мы прощаем не для того, чтобы забыть эту несправедливость по отношению к нам, а для того, чтобы Бог сам с ними разобрался. Но мы не хотим, чтобы разбирался Бог, наша обида мешает. Следующий вариант, который есть у детей и которого почти редко вы найдете среди взрослых людей, они не слышат клеветы, их ухо закрыто для клеветы на своих родителей. Можете что угодно говорить, для них родители эталон. Сегодня люди между собою постоянно говорят о том, пересуждая, рассуждая, критикуя человека, которого Бог поставил в церкви, представлять отцовство. Я понимаю, когда критикуют того человека, которого они выбрали, это вполне нормально. Они же его выбрали, а раз они его выбрали, он ниже их. Они власть, они его выбирают. Тогда они имеют право приходить и говорить, ты здесь не так, и ты вот здесь не так. Но такая структура демократическая в церкви – это проказа. Там нет порядка Божьего теократии. Но там, где есть божественная теократия, и мы имеем человека, помазанного Богом, представляющего отцовство Бога, беда нам, если мы начинаем критиковать, наше ухо должно быть закрыто. Поэтому я сейчас хочу пригласить наших святых. Чадрин и Ангелина хотят посвятить свою дочь. Прошу вас выйти сюда, мы будем посвящать их младенца, и вы вспомните ваше посвящение. Мало того, вы все будете участвовать. Это событие всегда для небес, это не простая религиозная процедура, а событие. Ангелы весьма радуются, когда прибавляется в небеса, посвященный Богу. И я полагаю, что именно младенец побуждает родителей, чтобы они могли выйти и посвятить его. Я попрошу всех встать, протяните вашу правую руку, символу правовой деятельности, и мы будем благословлять их. Дорогой небесный Отец, Своим Иисусом Христа, мы благодарим Тебя за святых Твоих, которые ныне принесли детей Твоих для того, чтобы посвятить их предлице Твое. И ныне да подчует на ней вечная десница Твоя во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да будет на челе Твоем вечная отметина, и да страшатся Тебя все враги земные. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет милость Господня на Тебе отныне и вовеки, и кровь завета да будет защитой Твоею. Да придет все это на Тебя и исполнится на Тебе. Аминь. Благодарю вас, вы можете садиться. Аминь. 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 Аминь.